Всем привет! Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus против Samsung M53. Так, по стоимости эти смартфоны отличаются не сильно, чуточку дороже будет Redmi, но там на совсем чуть-чуть, там буквально на 10%, даже меньше вроде как. По памяти смартфона Samsung у нас будет идти в этой стоимости 6,128, а Xiaomi в этой стоимости будет идти 8,256. То есть примерно за одну и ту же стоимость мы получаем в случае Xiaomi больше оперативной и в два раза больше встроенной памяти. Также комплектация у данных смартфонов будет сильно отличаться. У Samsung будет только кабель в комплектации, а у Xiaomi Note 12 Pro Plus, там будет суперзарядка за 120 Вт в комплектации, чехол будет и кабель будет. В общем, по комплектации и по встроенной оперативной памяти Xiaomi сейчас превосходит Galaxy M53. Так, хорошо. Включим смартфончики. Диагональ дисплея по 6,7 дюйма у смартфонов примерно. Full HD, AMOLED матрицы. Давайте смотреть, кто быстрее загрузит систему. Процессор, и там, и там MediaTek. Странно, только что была оптимизация приложений, ну, примерно они должны были включиться вот так. Xiaomi должен был быть чуточку быстрее. Ну, тут какая-то оптимизация, так что Samsung должен был чуть быстрее включиться, чем он включился только что. Так, давайте перейдем в настройки, посмотрим на версии операционной системы. Видим не вживую, да, видно, не знаю, как это будет на видео, но тут как будто немножко желтит у Xiaomi дисплей, а тут наоборот как будто немножко синий, хоть и там, и там AMOLED матрица. Так, у нас о телефоне MIU Global 14.0.3, Android 12, тут у нас в сведении о телефоне сведения по ONE и 5.1, Android 13, NOX 3.5, то есть более новый Android на Samsung. Хорошо, давайте откроем Antutu Benchmark, посмотрим на результаты тестов. Тут у нас Dimensity 1080, тут Dimensity 900. Видим, M53 набирает в Antutu Benchmark больше результатов. Мульти-тач тест тут не хочет 10 касаний находить, тут более четко находится, все нашло и тут, и тут по 10 касаний. В общем, такая вот интересная ситуация, давайте смотреть в чем дело. Видеоускоритель Mali-J68MC3, процессор тут Dimensity 1080, тут Dimensity 900. В общем, странно получилось, как так. Возможно, если запустить тест еще раз, то да, будет какая-то, тут наберет чуть больше, тут наберет чуть меньше. Ну, в общем, вот так вот. Показывает, что или Samsung чуть лучше, или они равны по производительности. Давайте смотреть в тяжелой игрушке PUBG. Запускаем одновременно. Динамики это мы сейчас послушаем следующим тестом. Одновременно загрузили вообще идентично PUBG Mobile, настройки, графика, графика. То же самое, то есть, по производительности, в принципе, видим, что в таких задачах, как PUBG Mobile, не будет разницы у смартфонов. Так, давайте послушаем динамики. Так. Продолжение следует... По громкости примерно одинаково, но чище динамики и более качественные на Xiaomi. По басам, по разным частотам ощущается именно в этом моменте, который только что был, что на Xiaomi качественнее звучит музыка. По камере. Камера у Xiaomi у нас тройная 200 плюс 8 плюс 2 мегапикселя, у Samsung тройная 108 плюс 8 плюс 2 мегапикселя. В общем, очень много мегапикселей. Давайте смотреть на функциональность. Профи, документы, видео, фото, портрет, ночь и дополнительные режимы. Ультра HD, видеоклип, панорама, режим видеоблога, замедление, таймлапс, длительная выдержка. Тут у нас веселый режим, это для создания MZ, портрет, фотография, видеозапись. И вот тут у нас будет много режимов. В общем, и там, и там очень функциональная камера. В обычном режиме, ну, вот если смотреть на фотографии, и там, и там очень качественно. Вот, то, что касается вот на телефоне, выглядят все фотки, и там, и там качественно, детально, здоровски. И, в общем, подытожив, да, можно сказать, что смартфоны, да, в принципе, очень похожи по экранам, очень похожи по дисплеям. Отличаются, да, системами. Тут самсунговский лаунчер, тут Xiaomi лаунчер. Преимущество 8 гигабайт оперативки. Главное, как по мне, это 256 гигабайтов встроенной памяти. По производительности, примерно одно и то же. Преимущество Samsung, то, что на него чуть выгоднее цена. То есть, да, вы сэкономите там 10% стоимости. И при этом получите примерно одно и то же устройство по производительности, по камере, по том, как оно работает. Вот. И еще преимущество Xiaomi, это комплектация. То, что у него в комплекте будет классный лаунчер, очень быстрой зарядки. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал MaxiMobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok